Друзья, здравствуйте! Это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, и мы с вами здесь встречаемся, дабы проанализировать все происходящее. Конечно же, нам в этом помогают наши гости, которые вместе с нами как раз-таки анализируют, расставляют акценты, делятся своими инсайтами и своими мыслями, ну и обращают наше внимание на важные вещи для понимания текущей ситуации. Михаил Шейтельман сегодня у нас в гостях на Политеке, Политехнолог. Здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! Не могу не начать наш с вами разговор с вот этого вот саммита БРИКС, который состоялся, но возможно и не БРИКС, так как Бразилии там уже не было, президент там сослался на удар головой, да, очень хорошо вышел из ситуации, а вот Гутерриш из ситуации выходить не захотел. И приехал на этот саммит, как мне кажется, таким образом плюнул в лицо всей мировой демократии, в принципе, организации как таковой, которая призвана для того, чтобы вот этот мир, собственно, сохранять. Приехал на саммит, где есть военный преступник Путин, ручкался с ним, не пригласил его в Гаагу по странному стечению обстоятельств. Как нам это все расценивать? Ну вот, как вы уже примерно расценили, действительно, именно Международный уголовный суд, ведь разыскивает Путина, Путин скрывается от правосудия именно Международного уголовного суда, который находится и создана Организация Объединенных Наций. Поэтому, ну, примерно, примерно, это выглядит так. Да, прошу позаметить, что Путин сейчас продолжает совершать преступления. Это не то, что прошлые преступления, но продолжает совершать, и он в розыске. А Гутерриш, собственно, отвечает за то, чтобы поймать Путина. Прямо Гутерриш лично на это нанят. Ему за это зарплату платят. Поэтому это похоже на ситуацию, когда, ну, не знаю, начальник Интерпола приезжает в гости к Чикатило попить чайку. А в это время у Чикатило в подвале томятся девочки, которых он только что изнасиловал. А начальник Интерпола с ним пьет чай просто, потому что говорит, ну, а что, я же не мог не попить чай с Чикатило. И это действительно, самый ужас в том, что действительно это полностью разрушает всю послевоенную, ну, после Второй мировой войны систему безопасности. И отрицает дальнейший смысл существования ООН. О реформах ООН говорили многие. О реформах ООН говорил, начал говорить Соединенные Штаты Америки. На еще там, в 2022 году, после нападения России на Украину, прозвучали слова, что надо полностью менять правила Совета Безопасности ООН. Почему вот такой человек, как Гутерриш, может возглавлять ООН? Потому что это коррупция в чистом виде. Все эти люди коррумпированы россиянами. У России есть право вета при таких назначениях. И это просто купленный Россией человек. Просто откровенно купленный. Этот человек сейчас потворствует мировому терроризму. Он объявлен, например, персоной Нонграда в Израиле. Завершен въезд. И в Украине, я думаю, что самое время не просто там Нонграда, а появлять его в розыск и заводить уголовное дело. Потому что за сокрытие, за соучастие в преступлениях, в похищении детей. Он точно теперь соучастник этого преступления. И вопрос дальше, что с этим всем делать? Как бы с Гутерришем мы теперь все про него знаем. То же самое, я думаю, о нем должны знать, во-первых, на Западе. А для этого Украина должна предпринять, мне кажется, такие имеют смысл предпринять более громкие, что ли, шаги. То есть Украина осудила, безусловно. Но это не громкий шаг. Это шаг, который очень колуарный. Представьте себе, что Украина на следующем заседании Генеральной Ассамблеи с этой безопасностью ООН объявляет импичмент. Просит объявить импичмент Гутерришу за его покрывательство опасного преступника, киндеппера Путина. Вот с такой формулировкой. И вот давайте хотя бы начнем это обсуждение на Генассамблее. Это уже будет сильно. И есть одна парадоксальная история совершенно. Вот США выдвинули идею о изменении правил ООН, о том, чтобы изменился состав Совета Безопасности и фактически об отмене права Вету. Ну, это вот их идея, 22-й год на Генассамблее. Но что забавно, что сегодня, вчера точнее, был опубликован вот этот финальный коммунике саммита БРИКС. И там все предлагается то же самое. То есть там предлагается реформа Совета Безопасности ООН. Почему так? Потому что Соединенные Штаты, когда предлагали, они опирались ведь не только на свое мнение, а на мнение Индии, Бразилии и ЮАР, которые говорят, слушайте, мы сам большая страна в мире, самая большая по населению. Как мы не являемся членом Совета Безопасности? Вот на каком основании? Ядерное оружие у нас есть, у Индии есть ядерное оружие. В смысле, почему мы не постоянные члены Совета Безопасности? Бразилия говорит, мы самая населенная страна в Южной Америке. Самая большая экономика в Южной Америке. Какая-то там, не помню по счету, ну, высокая там экономика мира, уж точно больше, чем Россия, да? Какого черта в Совете Безопасности какая-то небольшая Россия, когда огромная Бразилия вне его? Вопрос. ЮАР говорит, подождите, а где страны Африки в Совете Безопасности? А почему их там нет? А потому что, когда создавали Совет Безопасности, не было, знаете что, не было стран Африки, как это ни парадоксально. Большая часть стран Африки появилась в 1559-60 году во время деколонизации. Этих стран не было. Нигерия имеет население 200 с лишним миллионов, но не представлено как постоянный член Совета Безопасности. И вот эти страны, их писали это в решение БРИКС. То есть БРИКС призывает лишить Россию монополии на вот это самое ООН. Поэтому БРИКС же нам и поможет, как ни странно. Да, было бы хорошо, если бы БРИКС нам помог. Но пока складывается такое впечатление, что кроме того, что БРИКС, вот, кстати, на том же БРИКС Путин в присутствии Гутерриша потребовал расширения, вот то, о чем вы говорили, этого всего. Но одно дело, когда это там требует США, и совсем другое дело, когда это требует военный преступник Путин. И складывается такое впечатление, что вот сейчас как-то демократия немножечко вот беззубо так реагирует на эту всю историю. Я не слышала после этого ни одного заявления мирового лидера, который вышел бы и сказал, никакой военный преступник не имеет права вообще в принципе ничего не от кого требовать, только мы имеем право требовать посадить его на лаву, значит, в Гааге и так далее. То есть складывается какое-то такое вот неприятное ощущение, что вот эта ось зла, о которой привыкли так говорить таким клише, она расширяется и так становится на такие более крепкие ноги. Нет, это именно впечатление, объясню, откуда оно берется. Только потому, что мы с вами, вот реально, как люди, говорящие, например, на русском языке, ну и, кстати, те, кто говорит на украинском тоже, накрыты вот этим информационным пространством, в том числе России. Это ведь Россия сейчас раздувает эту историю про БРИКС, про важность этого саммита и так далее. На Западе, в западной прессе, важность саммита БРИКС, а в чем она состоит? Ну так-то, в чем она реально состоит, давайте честно говорить. Вот, например, Большой 20-ка, когда будет заседать в Бразилии, там соберутся, в общем-то, и страны Запада, и страны, которые сейчас в БРИКСе, и это будет освещаться всеми абсолютно, это будет через месяц. И про это уже было множество заявлений, то есть уже требовали что-то от этой 20-ки и так далее. Про БРИКС кто-нибудь что-нибудь говорил на политическом уровне? Ну вот сколько мы вспомним сейчас площадок, да, там, Евросоюз собирался на прошлой неделе в Брюсселе, когда Зеленский ездил, на позапрошлой или прошлой неделе. Ну вот, никто же ни одного заявления не делал. Большая семерка собиралась, или собирается вот сейчас, министр финансов Большой семерки. Про БРИКС ведь никто ничего не говорит. А почему? Что такое БРИКС? Давайте так, по-честному. Вот это союз чего? С чем? Каковы его достижения? Каковы его цели, программы? И какие у него органы управляющие? Вот это очень важный вопрос, потому что ответ почти никаких. Значит, вот когда мы говорим Евросоюз, то Евросоюз работает в ежедневном режиме. Сегодня Еврокомиссия решила то, завтра будет Европарламент, послезавтра вот такая-то комиссия, и решения, обязательные к исполнению членами Евросоюза. То же самое НАТО. Постоянно действующий орган, как бы работающий. А что есть у БРИКСа? Значит, БРИКС создавался как непонятно что, сразу скажу. Он создавался из-за того, что была аббревиатура, уже она была, придуманная экономистом американским. Аббревиатура БРИКС была придумана американским экономистом, вне связи с этими странами. Ну, в смысле, он перечислял эти страны, как типа перспективные. И не однажды на каком-то саммитеон решили в уголочке собраться и сказали, о, мы же действительно БРИКС. И тогда Путин дал денег и сделал первое заседание в Екатеринбурге, вот этого самого БРИКСа. Ну, тогда еще без Южной Африки даже. Это такая история. Но они так и не написали ни одного уставного документа. То есть ноль штук документов. У них есть один орган, это банк, который сначала назывался Банк БРИКС, а теперь называется Нью Девелопмент Банк, Новый Банк Развития, который возглавляет бывший президент Бразилии. Путин с ней позавчера встречался. Но тоже, вот Путин позавчера с ней встречается, этим открывалась официальная программа саммита, и сразу начинается много нюансов. Пункт первый. Значит, этот банк учрежден пятью странами. Бразилия, там вот Индия, Китай, Россия, Южная Африка. Каждый из стран туда скинул по 20 миллиардов долларов. Но Путин даже отчитался, что, посмотрите, огромные достижения. За последние шесть лет действия банка выдано кредитов 33 миллиарда долларов. 33 миллиарда долларов за шесть лет – это 5,5 миллиардов долларов в год. Мы в месяц столько военной помощи получаем, сколько БРИКС всего, всего в сумме инвестировал. То есть просто ничто для всех этих стран около нуля. Да, при этом на что они давали? На, например, реконструкцию этого водопровода в Таганроге. Например, инвестиции. Это серьезно, это не шутка, по-настоящему. Теперь. Но вот уже два с половиной года, как БРИКС, банк БРИКС, первое, отказался выдавать кредиты россиянам. Это российский проект. Потому что сказал, так санкции, мы что, дураки, что ли, у нас банк попал под санкции. А второе, почему он не называется больше банк БРИКС, а называется New Development Bank. Чтобы не ассоциироваться с Россией, чтобы в названии не было слова Россия. Они по этой причине, официально по этой, официально по этой переименовались, чтобы не ассоциироваться с Российской Федерацией. Как-то не очень сильно все это работает. Но если мы возьмем все остальное, вот помните, вчера все СМИ наши украинские опубликовали такую информацию, что МИД Украины сказал, ага, значит, на БРИКСе не смог Путин убедить остальных там участников в его позиции по Украине. Да, и написали, значит, что вот смотрите, пункт 36 финальной декларации там говорит такое-то и такое-то. Я подумал, а сколько всего тогда пунктов, если 36-й говорит про Украину? А их 134 пункта декларации. 134 пункта. Я их все изучил. Вот. Я вам скажу, я больше кухни фьюжен еще не ел, как говорится. Каждый следующий пункт про что-то вообще другое совершенно не связанное между собой. Просто именно что не связанное. Например, в основе БРИКС лежит там общая идеология и перечисляется там что-то, не помню, господи, равноправие, то есть демократия. Почему демократия лежит в основе БРИКС? Подождите, у вас, например, Объединенные Арабские Эмираты, член БРИКС, которые короли, короли. Какая демократия? Там нет парламента, ничего нет. Там Китай. Какая демократия? Вы о чем? Какая демократия? Вы про что говорите? Но это ладно, это такие философские пункты. Дальше начинается конкретика. Причем конкретика какого уровня? Мы осуждаем нападение на штаб-квартиру экономического центра Эмиратов в Судане. Дальше. Мы категорически не приветствуем голод на Гаити. Это другой пункт, понимаете? Дальше. Мы всячески приветствуем усилия Индии по защите кошек. Мы считаем, что кошки, да, больших кошек. Очень важно, что большие кошки, значит, это часть нашего зоомногообразия и так далее. И вот когда я это все читал, я думал, что они с ума сошли? Ну, почему? Да нет, не с ума сошли. Когда вы собрали в организацию 11 стран, в которых нет цели, нет уставных документов, то есть непонятно, чем мы занимаемся, как ты будешь писать финальную декларацию? Собрать 11 человек и согласовать так, чтобы каждый подписался, невозможно. Поэтому я уверен, сказали каждый, давайте так, каждый по 10 пунктов, и мы это все сложим в одну колбасу. Вот и получилось 130, ну, по числу членов умноженного на 10, 134 пункта. Вот и все. Поэтому, конечно, да, кстати, отдельно говоря, начался раскол в этой организации, это уже, в общем, признано. Песков уже опровергал, раз Песков опровергал, то раскол точно начался. Значит, правда, да. Да. И уже это все прямо явно. Например, Индия заблокировала вступление Турции, потому что Турция дружит с Пакистаном, а Индия воюет с Пакистаном. Объединенные Арабские Эмираты сказали, что они не подписываются под антиамериканскую политику, под обход санкций не подписываются, под единую валюту, потому что они не хотят воевать, ну, бороться даже экономически с Америкой, на которой они полностью ориентированы на 100%. То есть просто полная чушь. Вот и все. В организации должна быть цель и общий интерес и общие ценности. Все. Это просто. Если бы это была Китай и Россия, я бы мог поверить, что у этих стран есть общие ценности и общие интересы. Северная Корея, Иран, Китай, Россия, можно поверить. Но как только мы видим там демократическую Индию, с одной стороны, Америка ориентированную там, Объединенные Арабские Эмираты, все это сразу умирает вся идея. Еще одно интересное интервью, с которым я встретилась в сети, оно было журналисту BBC, интервью Лукашенко. Значит, там есть много интересных моментов. Ну, первый, на который я обратила внимание, это вот цитата Лукашенко касательно того, сожалеет ли Путин о войне. Лукашенко говорит следующее. В этом конфликте разные ситуации бывают. Кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет. Он же живой человек, но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены, Путин твердо считает, что он прав, и это его мотивирует. И далее, также он напомнил о том, что Путин пытался договориться с Западом и предлагал свои условия. Ну, вот еще интересный момент, который также меня заинтересовал, это о ядерном оружии и о том, почему белорусы, в принципе, ввязались в эту всю историю. Значит, во-первых, Лукашенко говорит, что Путин ему не звонил, ничего не сообщал вообще об этом наступлении и так далее. И вот журналист спрашивает Лукашенко, давал ли он разрешение и советовались ли с ним вообще о том, чтобы предоставить белорусские войска для войны в Украине. Он говорит, никогда ни он, ни Шойгу, ни нынешний министр обороны белорусов никогда не поднимали этот вопрос. Далее журналист спрашивает, но все-таки Беларусь сыграла свою роль. В феврале 22-го было вторжение именно со стороны Беларуси. Неужели Лукашенко не дал на это разрешение? Лукашенко отвечает, откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование территории Беларуси? У нас были учения, в которых было задействовано несколько тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска из Беларуси, они были на юге Беларуси. И по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод этих войск. Часть войск в какой-то период спровоцировали, я в этом убежден, и он завернул их на Киев. Спрашивает журналист, вы не звонили Путину, чтобы спросить, что происходит? Нет, он мне не звонил, я ему не звонил, это его войска, его право выводить войска туда, куда он считает нужным. Далее спрашивает о ядерном оружии, готов ли Путин применить это оружие в Украине? Лукашенко отвечает, Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси без согласия президента Беларуси. Журналист уточняет, вы готовы разрешить использовать ядерное оружие? Абсолютно готов, в противном случае, зачем это оружие? Если и я об этом уже говорил, хоть один сапог иностранного солдата переступит границу Беларуси, мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы вы знали, на Украину в том числе. Там еще много подобного какого-то рода цитат, но складывается впечатление, что Лукашенко продолжает вертеться как уж на сковородке, но все-таки закручивается какая-то ситуация. И зачем вообще, в принципе, Лукашенко в последнее время выводят в это информационное поле с какими-то заявлениями? До этого он выходил буквально неделю назад, говорил, что требует, дабы Беларусь была участником переговоров Россия-Украина-Беларусь, потому что там есть их интересы. Что происходит в этом направлении? Вы будете поражены, ничего не происходит. Когда вы говорите, кто-то выводит, но никто никого никуда не выводит. В Беларуси нет других спикеров. Понимаете, да, даже в России, кроме Путина, есть разные спикеры. Есть там, не знаю, Володин, Медведев, какой-нибудь там Шойгу, не знаю, там, Патрушев. Это разные спикеры, которые могут что-то заявлять. В Беларуси все это зачищено полностью. Вы же не знаете ни одного другого белорусского политика. Хотя бы фамилию. Я знаю одну фамилию Хренин, и то только потому, что она очень запоминающаяся. Вот Хренин, да. Вот и все. Но вы ни одной цитаты из Хренина, наверное, никогда не слышали. Потому что Хренину запретили говорить. Так же, как и всем запретили говорить. Пытался что-то сказать в Макея, его тут же повесили, поэтому все нормально. Министр иностранных дел был. Или нет, он был в этот момент, да, по-моему, он был министр. Да, да, министр иностранных дел, еще проевропейский такой. Да, да, да. Вот. Поэтому у них нет других спикеров. Соответственно, чем-то надо заполнять пустоту. Вот он заполняет ее своими вот этими вещами. Он, конечно, осознанно совершенно несет чушь, чтобы потом, если что, он мог сам использовать любую из своих цитат по усмотрению. Он не дурак, да, не в смысле, что он такой глупый и говорит ерунду. Он понимает, что он говорит ерунду. Он знает, что он говорит ерунду, чтобы потом, он же Путину говорит такое же. Его вызывает Путин, говорит, давай уже все, открывай второй фронт, наступай на Киев, у тебя белорусская армия. А он ему начинает вот все это, что я сейчас, Би-Би-Си говорил, там атомное оружие и так далее. И Путин сидит и каждый раз не может ничего с этим сделать. Он же не может поймать его, там, душить этого Лукашенко. Начать. Он вынужден с ним как-то разговаривать. И все эти слова всегда, всегда абсолютно ни о чем. Давайте теперь по-серьезному вот отбросим слова и зададимся вопросом. Какова сейчас позиция Лукашенко, что он делает, что он пытается добиться. Отвечаю, очень просто. Он, заметьте, да, в начале войны он был абсолютным союзником Путина и принимал участие в этой войне. И он рассчитывал на победу России, безусловно верил в победу России, и рассчитывал на дележку добычи, то есть Украины, каким бы то ни было, мы не знаем каким способом, что ему обещали от Украины, что-то обещали. И не обязательно территории, кстати, он же не борец там за территорию, какие-то ресурсы, деньги, что-нибудь. И когда России стало ясно, что Россия не выигрывает вот так войну, после разгрома российской армии под Киевом Лукашенко полностью сменил позицию. Он выдавил, да, не за один день, за один день не мог, но за несколько месяцев он полностью выдавил россиян из Украины, ну, из Беларуси. Заметьте, да, когда россияне бежали, сначала они бежали в Беларусь, но потом их оттуда как-то убрали. Да, он и сейчас, безусловно, помогает России, помогает тем, что поставляет им топливо, бензин, на котором они ездят, ремонтирует их технику и производит им снаряды, лечит их раненых бойцов, тренировочные логики, все что угодно, но не допускает, чтобы Беларусь брала часть в этой войне, была участником войны. Поэтому, для чего ему это надо? Потому что он общается с Европой каждый день. То есть ежедневный контакт с Европой, он ежедневно объясняет, смотрите, я для вас делаю большое дело, я вот эту территорию, север Украины, прикрываю собой, Беларусью. Это вам экономят снаряды, украинцам людей, деньги вам, Западу и так далее. Поэтому вы мне как бы должны, говорит Лукашенко. И Запад тоже это понимает. И Запад что делает? Вот уже два года ни одной новой санкции против Беларуси. Против России 14 пакетов, против Беларуси с лета 22 года больше ничего. Никто не запрещает им возить там грузы, никто не закрывает границу, как с россиянами. Например, там Финляндия закрыла границу с Россией тотально, а Польша не закрыла границу с Беларусью. Пожалуйста, туда-сюда грузы. Мало того, это какой-то значительный процент, десятки процентов китайского экспорта в Европу идет через Беларусь сегодня. Туда. Вот через все вот эти, через дороги. Поэтому Лукашенко занимает сейчас позицию, когда он в диалоге с Европой. У него сегодня ставка на то, что он ждет, кто победит. Он склоняется к тому, что победит Европа в этой войне. И он должен будет выйти и сказать, ну как я, да, я был с вами, ну как же. Поэтому эта позиция схожа с позициями каких-то стран, как во Второй мировой войне, такие страны были Болгария, Румыния, которые меняли, так сказать, сторону прямо во время войны. Ну вот Италия меняла сторону прямо во время войны. Поэтому Беларусь вот так же, я думаю, он еще потом себя запишет в победители над Россией, конечно. В этом его по-настоящему суть. А все вот эта дымовая завеса из слов, ну ее, над ней можно смеяться, но ее не надо рассматривать как, ну неважно, какие слова он произносит, короче. Да, все как в свадьбе в Малиновке. Власть меняется. Шапочку сняли, шапочку одели. Если говорить о дальнейшем развитии войны, также Лукашенко заявил, что не верит в использование северокорейских солдат, но если это случится, это будет новая волна эскалации. Но в противовес этому разведка Южной Кореи, разведка Украины говорит 12-15 тысяч, вот вполне может быть использовано именно физически в войне в Украине. Более того, смерть офицеров некоторых, мы уже видели эти публикации в СМИ. Южная Корея на противовес говорит, если они туда поедут, мы тоже поедем, но мы участвовать в войне не будем, мы будем наблюдать за тем, что делает Северная Корея. Я думаю, что решится. Вопрос уже, вопрос как бы в эффективности, да. Во-первых, кстати, Лукашенко, вот тут еще один забавный такой факт, он когда вот это все говорил, что, мол, там всего этого не будет, он тут же, в этом же интервью сказал, что мы наблюдаем, мы не видим этих самых северокорейских солдат на фронте, но они там хорошо спрятаны. Да, да. Там есть, просто спрятаны, хорошо, поэтому мы их не видим. Поэтому можно и так толковать его слова, и так можно толковать его слова. Россия и ситуация, в смысле Россия, Южная Корея, Северная Корея, ситуация такая. Еще два дня назад, два дня назад, во вторник, Ллойд Остин заявлял, что никаких мы не наблюдаем, у нас нет доказательств участия Северной Кореи. И вот вчера тот же Пентагон заявляет, у нас есть доказательства участия Северной Кореи, что эти войска направляются именно на войну против Украины. Вчера Джон Кирби уже, как от Белого дома заявляет, что эти люди являются легитимной военной целью для Украины. Отлично, он это говорит, потому что оружие это будет американское, которое мы будем уничтожать северокорейцев. То есть все это, конечно, будет. Да, они там будут на войне, да, мы будем их уничтожать, все это будет. Но сейчас, когда их три тысячи, то пока для России, на настоящий момент, от трех тысяч, вреда будет точно больше, чем пользы. Потому что они приведут три тысячи, с военной точки зрения это не решит, не станет там переломным или важным фактором, а политически это огромные проблемы, потому что Южная Корея начинает поставлять нам оружие, она заранее предупредила, что как только северокорейские солдаты появляются на фронте, Южная Корея снимает эмбарго, до сих пор было эмбарго, мы не получали южнокорейского оружия, начнем его получать. Южная Корея нам в год выделила в этом году, по-моему, 2,5 миллиарда долларов на экономическую помощь, а на оружие как бы не давала, но работала как? Южная Корея продавала за деньги оружие Польши, Польша заменяла советские танки на корейские, а нам отдавала советские, то есть в принципе мы все равно были в бенефите от всего этого, но не получали непосредственно южнокорейское оружие. Дальше, Южная Корея один из крупнейших в мире производителей оружия и снарядов, и таких танков, там БТРов и так далее, поэтому если корейцы начнут нам это поставлять, то прямо вот это может стать фактором важным. Дальше, Южная Корея перебрасывает к нам военных советников, которые первые, на военные переводчики и люди, которые знают все северокорейские тактики, потому что они изучают армию Северной Кореи. То есть мы пока в выигрыше, и политически, как видим, Америка, красные линии и так далее, и так далее. Но на что рассчитывает Российская Федерация? Если у них оправдается эксперимент с тремя тысячами солдат, то можно взять 30 тысяч солдат, можно 300 тысяч солдат. Нужно, чтобы у них оправдался эксперимент, но они не будут пробовать на 300 тысяч, пробовать будут на трех или на десяти. Что такое пробовать? Вот как их использовать, как их интегрировать в российскую армию? Они по-русски не понимают, это раз. Второе, я подозреваю, что они никогда не видели интернета, они не знают, что это такое. Я не уверен, знают ли они, что такое телефон. Соответственно, сейчас на поле боя, где у нас все в Мавиках, там и в Пиведронах и так далее, ну и сколько повоюет этот солдат. То есть их надо как-то интегрировать так, чтобы они абсолютно не обремененные никакими интеллектуальными современными знаниями, были полезны, как куски мяса, бегающие по полю. Может быть, это получится. Может быть, нет, я не могу сейчас обещать, что это выйдет или не выйдет. Многие в России считают, что это не получится. Смешно, но депутат Госдумы Милонов считает, что это не получится. Прямо сказал, что это будет лет, потому что и так далее. Вот если у них не получится, то на этом история и закончится. Если у них получится, тогда нет предела количеству. Понятно, что покупай и покупай. Им сейчас негде брать особо живую силу, она очень дорогая. Если они уже платят 30 тысяч долларов за одного человека в Белгородской области, то северокорейцы будут стоить дешевле. То есть они платят за каждого, но они платят им какую-нибудь десятку за человека. Поэтому это все равно дешевле. Поэтому это эксперимент, на который идет Россия. Является ли это новым витком эскалации? Конечно. Конечно. И очередным, крупным. Но нам выгодно все это. Вот нам, Украине, нам, конечно, тяжело от того, что появляется у врага больше сил. Но когда есть политическая эскалация, нам выгодно. Мы должны сами нагнетать политическую эскалацию, чем мы и занимаемся. Чем больше эскалация, тем больше нам дается оружия, разрешений, денег и так далее. Нам это надо обязательно. У России денег не прибавляется на то, что она что-то эскалировала. У них же нет других источников финансирования, кроме своего собственного бюджета. Ни одного. Им никто бесплатно ничего не дает. Да, им Иран поставляет шахеды. Но это же за деньги. Ракеты за деньги. Солдат Северной Кореи за деньги. То есть бюджет не попал. А у нас увеличивается бюджет от эскалации. Еще один интересный вопрос. Тут уже к вам буду обращаться как политтехнологу. Значит, все чаще упоминаются выборы президента. И в контексте этом фамилия Залужного. Значит, и вот на украинской правде вышла публикация. Это социологи объяснили, благодаря чему Залужный может проиграть, Зеленский может проиграть Залужному выборы президента. Значит, и говорится там, что на следующих президентских выборах Зеленский может проиграть благодаря ситуации, которая привела его к победе в 2019 году. То есть ожиданием украинцев изменений к лучшему от новой силы. Об этом говорит представитель аналитического центра КМИС Антон Грушецкий. В случае Владимира Зеленского есть медленная, нисходящая динамика поддержки. Доверие к нему высокое. Но тренд у бывшего главкома ВСУ Залужного стремительно идет вверх. Он до сих пор сохраняет доверие на уровне 80-90%. И плюс избиратели, как в ситуации с Зеленским в 2019 году, приписывают Залужному каждые свои черты и характеристики. Проектируют желаемые для них добродетели и ожидания. Более того, этот батл, если это можно назвать, Зеленский Залужный, он же уже давно тянется в информационных ресурсах, в медиа и так далее. Более того, недавно я видела, пытались разгонять по телеграм-каналах, что Залужный плохо говорит на английском языке, высмеивая его, когда он выступал на каком-то форуме в Британии. Это не нашло отклика, не получилось. Ну, как бы некоторые подхватили, но это там не было каких-то бешеных комментариев. Я приблизительно понимаю, кто разгонял эту историю, но озвучивать не буду. Как вы считаете, знает ли Залужный о том, что он может стать будущим кандидатом на пост президента Украины? Если да, то можем ли мы предположить, что за этим также могут стоять силы извне Украины, которые мы относим к союзническим? Я начну с конца, вот с самого последнего вопроса. Нет, не могут стоять. Объясню почему. Ни в одной демократической свободной стране не может быть такого пункта бюджета, как на поддержку Залужного, потому что это вмешательство во внутренние дела, это строго преследуется по закону. И наоборот, конечно же, они вообще пальцем не тронутся, чтобы куда-то вмешаться. Вот если у нас не будет демократии, тогда они вмешаются. Но когда у нас демократические выборы, никакая западная страна вмешиваться не будет. Украинцы выберут того, кого захотят. Начнем с этого. Дальше. Вот то, что там сказано про рейтинги, ну, насчет рейтинга Зеленского, то, что сообщает, не помню кто, это вообще неправда, как бы, потому что есть исследования, и с февраля, нет, с марта, по-моему, месяца рейтинг Зеленского не менялся вообще, рейтинг доверия. Он там, по-моему, 56%, что ли, и все. 51 последние данные были. Это КМИС. Разумкова, по-моему. А, ну, Разумков, да. А КМИС, вот, который измеряет это раз в два месяца, там абсолютно ровная цифра, плато такое, на которое вышли уже три опроса подряд, одна и та же цифра. Вот. Но она, что интересно, в два с половиной раза больше, чем было до войны. То есть, с чем мы сравнивать-то должны? Не с тем, что было в лучшие дни войны, а с тем, что было до начала войны. Так вот, до начала войны было 20 с небольшим. Вот. А сейчас 56. Значит, точно у Зеленского рейтинг вырос в два раза. Ну, это рейтинг доверия. Следующий пункт. Это все называется рейтинг доверия, а не рейтинг голосования. И это совершенно разные вещи. Потому что когда у одного 57, у другого 85, это нам вообще ни о чем не говорит. Когда ты выбираешь, тебе нужно выбрать одного. Тебе проголосовать нужно за одного человека. И тогда сразу все вот это, кому я там доверяю, я бабушке своей доверяю. Доверяю. Проголосую я за нее? Нет. Не проголосую на президента Украины. Поэтому это тоже несвязанные вещи. Давайте так, опять, всю картину в целом, если возьмем. Первое. Я очень надеюсь, скажем так, осторожно. И мало того, в общем, предполагаю, что это так и будет. Что на выборах президента, который состоится после войны, не будет кандидата Зеленского. Потому что, да, он как бы один срок. По конституции он, наверное, имеет право выдвигаться второй раз. Наверное. Тоже еще я не уверен, так как срок продлился. Но главное, что он сам делал такие заявления очень много раз. Да, он делал довоенное, там еще первое Гордону. Это, предположим, все простили, забыли. Ладно. Но уже во время войны, в какой-то момент он сказал, сам что-нибудь выдвигаться. Его супруга сказала, что у них нет планов на второй срок. Я думаю, что тут надо ему поверить и сказать, что он не собирается выдвигаться. Ну, а зачем? Ну, давайте так. Вот война каким-то образом закончится. Предположим, хороший сценарий, война закончилась тем, что мы признали победой, как минимум. Вот что Зеленский пойдет дальше? Возглавлять еще раз Украину, чтобы что? Чтобы точно все растерять? Ну, любовь народную? Если будет призна победой, а он победителем, то, конечно, ему надо уходить. Это человек Зеленский, давайте посмотрим на психотип его. Человек, который смог уйти из комедийного жанра на пике карьеры. И когда про него все забыли, он стал никому не интересен. А когда, наоборот, максимальный интерес к его сериалам, максимальный интерес к его шоу, вон телевизор только из его шоу и состоял, и он уходит. Да, в президенты Украины, но какая разница? Попробуйте-ка уйти, если вы на пике знаменитости. Куда-нибудь хотя бы попробуйте рыпнуться. А он берет и уходит. Поэтому здесь он, конечно, захочет уйти на пике. Я так думаю. Ему будет куда уйти. Он собирался в Голливуд сниматься, получать Оскар. У него все получится. Если он снимется в роли самого себя в голливудском фильме, как он выиграл войну, ну он, в смысле, возглавлял Украину во время войны, он еще и Оскар получит. Поэтому после войны я очень надеюсь, что не будет кандидата Зеленского. При этом будет ли кандидат заложен? Скорее всего будет, неважно, даже будет ли он в виде лично заложенного или нет. В каком смысле? Безусловно, я думаю, что главным кандидатом на пост президента Украины будет тот после войны, кто сегодня, либо сейчас на войне, либо уже принимал в ней участие. Ну, на каких-то постах, неважно, чем командовал. Я условно говорю, например, командир, это самое, третий штурмовой. Его партия вообще-то в рейтингах была на выборах 2019 года. Я не помню, дошли ли они до самих выборов. Во-первых, он сам был депутатом Государственной Верховной Рады. Во-вторых, его партия имела какой-то рейтинг, не помню сколько, один, два, три процента. Но я как пример говорю, людей будет много, и кто-то из них, либо кто-то из них сможет сконсолидировать остальных, либо это будут две партии военных, вот типа партия таких военных против партии таких военных, и это все совершенно нормально. А к кому будет доверие после войны, кроме военных-то? Всяко не к нынешним, скажем, ну честно, но не к нынешним политикам. Я сейчас не беру Зеленского, я беру вот там исполнительную власть. Вряд ли Шмыгаль там сможет претендовать, или наш министр иностранных дел, при всем уважении к этим людям. Если они будут соревноваться с военными, они проиграют. Поэтому президентом, скорее всего, будет бывший военный. Мы сейчас страна на военном положении, как бы то ни было находящаяся, я сейчас не юридический термин беру, а в смысле страна, которая собирается в ближайшие 10 лет, даже после войны, постоянно вооружаться, строить армию, называть военпром и так далее. То есть мы очень похожи будем на Израиль, где очень много лет не было гражданских этих самых, пример министров. Ну вот Бениамин Нетаньягу, он гражданский, но тоже как гражданский. Он служил в спецназе, сверхсрочной, в смысле офицер спецназа. Да, не генерал, в отличие от других бывших премьер-министров. Поэтому я верю в Залужного, как говорится, в каком смысле? Как в кандидата. Не то, что я не призываю, не дай бог голосовать, нам еще как до луны до всего этого. И, кстати, к Залужному ничего не прилипает. Вот вы правильно подметили, что никто не поддержал наезды на Залужного. Но Залужный в этом смысле абсолютно тефлоновый, и к нему ничего не прилипнет, потому что он признан героем войны, поставлена галочка «все». Но будет, например, Сырский признан героем войны, в зависимости от результатов. Может оказаться, что тоже будет признан героем войны. Ведь если он будет главнокомандующей победы, то вот здрасте, придутся Залужные и Сырские на выборы, и кто победит. Я не уверен, кто кого победит. Знает ли, кстати, Залужный, что он такой? Конечно, знает. Вы о чем? Конечно, знает Залужный все про свои рейтинги. Недаром он сейчас пишет книги. Вот одну сейчас, одна сейчас выходит, потом еще две. Недаром он выступает на этих публичных мероприятиях в Великобритании. Конечно, он знает обо всем этом и наверняка рассматривает это как вариант. Посмотрим. Надеюсь, что совсем скоро нам придется это обсуждать, но с той точки зрения, что будет победа, и после этого, конечно, выборы. Михаил, спасибо вам большое. Михаил Шейтельман был сегодня у нас в гостях на Политеке, Политехнолог. Друзья, благодарю вас. 1,1 миллиона подписчиков. Это ваша заслуга. Продолжаем в том же духе. Длинные комментарии, лайки, подписки, поделиться этим видео. Все это приветствуется. А мы с вами увидимся в следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева. Вы себя, пожалуйста, берегите. До новых эфирах. Продолжение следует...